Добрый вечер, уважаемые коллеги. Так и случилось, что все-таки мой доклад последний. И вот такая, может быть, странная тема. Я сам, когда ее заявил, потом подумал, думаю, собственно, неужели это то, что волнует нас больше всего. Ну, попробуем разобраться. Значит, если вы достаточно общительный человек, и у вас есть друзья не только анестезиологи, но и врачи других специальностей, да и, в принципе, даже если активно пользуетесь социальными сетями, наверняка, часто встречались ситуации, когда люди жалуются, как сложно попасть на операцию. Потому что если так выглядит наше рабочее место, надеюсь, у всех так выглядит. Вот. Примерно так выглядит наш путь в операционную. Ну, тоже надеюсь, что у всех так выглядит. А вот так примерно выглядит путь в операционную для пациента. Это фотографии из реальных новостей. Чуть-чуть назад. Потому что часто так случается, что когда даже здоровый пациент приходит на плановую операцию, он получает список каких-то анализов, обязательно ему выполняется ЭКГ, обязательно его направляют к терапевту. И вот примерно такого пациента мы получаем у себя в клинико-диагностическом отделении с папкой бумаг, в которых мы тщательно разбираемся, при этом совершенно рассеивается наше внимание. И мы тратим на здорового пациента достаточно много времени, в то время, когда можно было бы заняться другими пациентами. А уж если у нас появился пациент с какой-то сопутствующей патологией, тут уже анестезиолог выходит на первый план, так как чаще всего в клинико-диагностическом отделении... Ну, вот у нас, например, у нас нет такой ротации, как, например, я так понимаю, в Первой Градской, там у вас врачи, которые ходят, ну, они периодически меняются. У нас обычно освободившийся человек приходит на 2 часа в конце дня. У нас с 2 до 4 осмотра. И чаще всего туда попадает самый опытный анестезиолог, а самые опытные – это обычно традиции клиники. У нас всегда так обследовали, и, соответственно, у нас всегда так готовили. То есть банальная... Там, если появится какая-то девушка с легкой бронхиальной астмой, легко она может получить направление на функцию внешнего дыхания, которая в современном мире показана только при выполнении тракальных операций, которые сопровождаются резекцией легочной ткани. Также очень часто направляют пациентов на исследование гормонов щитовидной железы и прочее, прочее. Ну а уж там, не дай бог, если больше 2-3 экстрасистов на ЭКГ, то чуть ли не на холтер, а анестезиолог может отправить пациента. Ну и в какой-то момент пришло понимание, что так уже жить дальше нельзя, нужно что-то делать. В условиях того, что никаких регламентирующих документов у нас в стране нет. Но первое, что попытались, почитали, что пишут на эту тему. Ну буквально самые первые 3, самые максимально цитируемые исследования. 1061 пациент, 2 группы с тестированием и без. Не было достоверных различий в количестве переоперационных осложнений и нежелательных явлений в течение 30 дней до и после амбулаторной хирургии. Второе исследование, ретроспективное исследование, 73 тысячи пациентов, в котором выполнялась пластика грыжи. Предоперационные тесты выполнены у 63% пациентов. У 61% из тех, кого протестировали, имелся как минимум один ненормальный результат. После того, как учли демографию, сопутствующие заболевания, характер процедур, ни факт переоперационного тестирования, ни найденные ненормальные тесты не были ассоциированы с неблагоприятным послеоперационным исходом. Третье исследование, 1363 пациента, у 1,6% выявлено отклонение при исследовании электролитов, у 29% на кардиограмме. Осложнения были у 6,3%, самые частые это гипергипотензии 4% и гемодинамически значимые нарушения ритма у 1,5% пациентов. После проведения мультивариантного анализа было показано, что возраст, тип хирургии и данные анамнеза могли предсказать возможность осложнений, в то время как отклонения в анализах никак не могли предсказать эту возможность и вероятность. Таких исследований очень много, естественно, давно они обобщены и используются в рекомендациях различных ассоциаций. Ну вот, кратенько, если, например, брать самые простые наши исследования, которые практически всем назначаются, кардиограмма, Американский колледж кардиологии и совместно с Американской ассоциацией сердца рекомендованы ЭКГ только при известном заболевании сердца, периферических сосудов и церебровоскулярных болезней при хирургии среднего и высокого риска. Также пациентам с одним и более факторами риска, идущие на сосудистую операцию. Они считают, что полезно выполнить кардиограмму пациентам сосудистого профиля без факторов риска и пациентам с одной и более факторами риска на хирургии среднего риска. И не показана электрокардиография именно рутинная, всем подряд, у бессимптомных пациентов на хирургии низкого риска. Американская ассоциация анестезиологов пишет, что кардиограмма может быть показана пациентам с кардиоваскулярными рисками. Что касается рентгенографии, Американская ассоциация анестезиологов предлагает рассмотреть возможность и необходимость проведения у курильщиков, также у пациентов, перенесших недавно инфекции в верхних дыхательных путей, при наличии хобл, и у пациентов с заболеваниями сердца. Тем не менее, если состояние хроническое и стабильное, то рентгенографии не показана. Американский колледж радиологии пишет о следующем, что пациенты с острыми сердечно-легочными изменениями, найденными при изучении истории заболевания и при физикальном осмотре, им показана рентгенография. И также пациенты старше 70 лет с хронической патологией легких и сердечно-сосудистой системы, если не было рентгенографии, более 6 месяцев. Все эти суммированные, легко находятся рекомендации. Вот, например, стандарт предоперационного обследования от Американской ассоциации анестезиологов, которые, с одной стороны, здесь, естественно, нет никаких указаний на какие-то исследования, которые должны быть обязательно выполнены, но к нему, надо сказать, идет отдельный файл, где проанализирована вся существующая на данный момент литература, где описываются все возможные ситуации, какие анализы показаны, какие не показаны, какие обследования надо сделать, какие можно, какие желательно, какие не обязательно. Вот достаточно обсуждавшаяся широко инфографика от BMG, которая суммирует то, как обследуют пациентов, врачей, которые работают в условиях Национального института здоровья в Великобритании. Достаточно активно обсуждалось в Фейсбуке и даже была переведена на русский язык. Что попробовали сделать мы? Мы ограничили спектр назначаемых анализов, вывели эхокардиографию, холтеровское мониторирование, функцию внешнего дыхания, ГДС и исследование вен нижних конечностей, перечень дополнительных исследований, которые выполняются строго по показаниям. Более того, потом большую часть из них мы вообще отдали, чтобы их могли назначить только, например, кардиологи. Убрали обязательный осмотр терапевтом здоровых пациентов до 45 лет. Консультация к кардиологам строго по показаниям, не просто потому, что доктор так захотел, необходимо это обосновать. Резко сопротивляли объем обследования перед амплуатурными эндоскопическими вмешательствами. Примерно это вылилось в такой документ. Тут, естественно, он не идеален, и здесь достаточно много лишних, скажем, для анестезиолога исследований, но создавался один документ, как бы такой согласительный, чтобы и хирургам не писать отдельный список. Помогло ли это нам? Решило ли это все проблемы? Ну, несколько, что касается здоровых пациентов, да, несколько меньше мы их стали обследовать, гонять по терапевтам, но пациенты с сопутствующей патологией все равно достаточно долго могут ходить, обследоваться, и мы попробовали найти путь, как это можно оптимизировать. Ну, вот этот опросник, который достаточно, наверное, известный, в принципе, есть... Не скажу, что мы его внедрили, очень хочется, если честно, чтобы хирурги его при осмотре выдавали пациентам, чтобы пациенты могли его спокойно дома заполнить. Мне кажется, это могло бы сэкономить достаточно много времени при осмотре, чтобы сфокусировать внимание анестезиолога, который осматривает пациента. Ну, и... Не скажу, что придумали, скажем, адаптировали, попробуем внедрить такой алгоритм обследования. Если мы увидим у пациента средне-тяжелый или тяжелый клапанный стеноз, регургитацию, наличие водителя ритма, признаки легочной гипертензии либо другую тяжелую системную патологию, то мы его, ну, естественно, отправляем на консультацию к кардиологу либо к другому профильному специалисту. Если такой патологии мы не выявляем, мы оцениваем пациента по шкале RCRI. Тоже еще не до конца внедрили, если честно, пока по старинке у нас как-то больше Голдман. Ну, это дань традиции, наверное, никак не перейдем на RCRI. Если риск низкий, то тогда мы оптимизируем медикаментозную терапию и отправляем пациента на хирургическую операцию. Если риск больше двух баллов, тогда мы оцениваем физический статус. Может ли пациент пройти два пролета, может ли танцевать, играть мяч, работать в саду, преодолевать подъем на холм, ведет ли активную сексуальную жизнь. Если да, смотрим, что там у него с медикаментозной терапией и отправляем на операцию. Если нет, тогда опять кардиолог и плюс-минус назначение какого-то дополнительного исследования, которое уже определяет профильный специалист. Ну, я понял примерно. Какое же резюме? Хотелось бы добиться, да, вроде бы получается, небольшого хотя бы сокращения объема предоперационного обследования здоровых пациентов, тем более если они идут на процедуру низкого риска, скажем, гастроколоноскопии, чтобы они не обследовались, как будто они собираются лететь в космос. Второе, это оптимизация обследования пациентов с наличием сопутствующей патологии. Ну и, может быть, попробовать, как бы основной смысл моего выступления, может быть, все-таки попробовать вернуться к разработке проекта приказа по переоперационному обследованию пациентов. Потому что достаточно большие ресурсы иногда тратятся впустую, когда улетают на обследование там, где это совершенно не нужно. Распыляется наше внимание, то есть тратится наше время, тратится время пациента, безусловно, отсрочивается и операция. Спасибо за внимание.